Я думаю, что бедный человек, он отличается от богатого мышлением. Мышление — это раз, уровень нормы — это два, и принятие себя — это три. Это те вещи, в которые прям нужно нырнуть. Есть еще уровень понимания тебя, бедный ты или богатый, внутреннее состояние. Богатый — это же тоже такая категория очень относительная. И если в прошлом видео ты начал писать там, да сам ты такой, что ты там возвысился или оскорбился, это точно то, что тебя триггернуло где-то. Это значит, что человек себя узнал, и его выводят из эмоционального равновесия. Кто-то пишет, а что там богатые, святые, а бедные, что плохие. Во-первых, точно я вам скажу, что богатый человек, он более проработан психоэмоционально и психологически, чем тот человек, который живет в относительной бедности. Это не значит, что этот лучше, тот хуже. Это значит просто то состояние тебя, финансовое, материальное и эмоциональное, в котором ты находишься. Мы не говорим о людях, которые наворовали, чиновники бывшие, которые за счет бюджета что-то пополнились, за счет взяток. Мы говорим о людях, о бизнесменах, которые заработали деньги. Если ты собственным трудом заработал денег, то в любом случае более проработанный, чем тот, который сидит на зарплате. Правда, есть люди, которые богатые и несчастные. Бывают люди счастливые, которые относительно живут небогато, но они счастливые. Они живут расслабленно, путешествуют, не имеют самолетов, пароходов, заводов. И они более счастливые, чем те, кто имеет вот эти все активы, за которыми нужно следить и смотреть, чтобы у тебя еще это все не украли. Там еще была такая идея, я работаю 24 на 7 и что-то я не богатею. Ты просто кидаешь уголь в чужую печку и не понимаешь, почему ты не едешь. Потому что ты работаешь в найме и себя сжигаешь. Есть люди гениальные, они уходят в собственный бизнес и все равно умудряются кидать уголь в чужую печку. То есть они сами не зарабатывают, а зарабатывают вокруг все. Это тоже же мышление бедности. Мне сейчас не надо, мне надо потом. Синдром отложенной жизни такой. Есть еще люди, которые открывают бизнесы и не имеют дивидендов. И они говорят, а через 3 года, через 5 лет. И хрен знает, когда эти 5 лет пройдут, 3 года эти закончатся, когда он начинает жить. Потому что каждый раз, когда он берет дивиденды через 5 лет, он опять их реинвестирует, для того, чтобы еще терпеть 5 лет. Это такая ловушка, в которую попадает мозг. Поэтому мое понимание, что инвестор, или если ты как собственник бизнеса, ты должен свои инвестиции вытаскивать практически с каждой копейки, которая к тебе заходит. По поводу, в кавычках, бедных людей, там мышление чуть иное. Я видел людей, которые зарабатывали 3-4 тысячи долларов в месяц, и они все равно бедные. У них, вот когда остановишься, у них нет денег никогда. Они разбазаривают все деньги, они все равно умудряются взять кредит на что-то. Они эти деньги тратят, при этом машина плохая, квартира так себе. У них ничего нету. Что он сделал с деньгами, я вообще не понимаю. Это я наблюдал, знаете, у меня два брата, и они делали нам ремонт. Я не знаю, надеюсь, вы меня слышите. И вот они зарабатывали, я же знаю, сколько я им платил, и сколько там соседей платили, кому они делали. 3-4 тысячи долларов в месяц они зарабатывали, и они говорили, что это копейки, что это мало. Дайте денег, там бензин надо, вот так или нет. Я сначала думал, что они копят, или там на что-то там тратят. Они просто это все в унитаз. Зависит не от того, какой вход в тебя денег, а зависит от того, что ты с этими деньгами делаешь, на что ты их тратишь. Есть у тебя способность аккумулировать деньги или нет. Есть у тебя четко поставленная цель или нет этой цели. Потому что когда нет цели, у тебя деньги просто так уходят. Потом вот это разбазаривание денег, это вот запоминайте, люди, которые зарабатываете, и у вас ничего нету, подсознательный стресс от денег. Когда приходят тебе деньги, ты хочешь от них быстрее избавиться, потому что у тебя стресс. Поэтому оттуда рождение шипоголизма, там и так далее. Психоэмоционально себя очень важно проработать. Свой уровень нормы, принятие денег, принятие себя, ответственности и так далее. Поэтому я говорю, что богатые люди, они более проработанные, чем те, которые бедные. Есть люди, которые зарабатывают то тысяч долларов в месяц. Это совершенно другое мышление. Есть люди, которые зарабатывают миллион долларов в день. Это тоже иное мышление. По мне так более-менее обеспеченный человек начинается, допустим, в Казахстане примерно от 2000 долларов на человека. Потому что если 4 человека в семье, то 8 тысяч долларов в месяц. Я так понимаю, что это уже не то, чтобы прям овербогатые, но это уже сильно обеспеченные люди. Напиши в комментариях, как ты считаешь, сколько было бы тебе достаточно для того, чтобы себя считать богатым. Где твой вот этот уровень, как градиент?